Здравствуйте, это Рынки Позиции в студии Елена Крупова. Итак, подходит к завершению текущая неделя и нынешняя команда сегодня с нами уже попрощается. Напомню, что команду технического анализа представляет Николай Подлевский, начальник аналитического отдела ИК Церих Capital Management. За команду фундаментального анализа же всю неделю борется Артем Деев, руководитель аналитического департамента АМ-Маркетс. Уважаемые господа, спасибо, что принимаете участие. Итак, давайте подведем итоги четверга, и они весьма неоднозначны. Итак, рекомендация была нашей технической команды по поводу короткой позиции фьючерса на нефть сентябрьского. Был рекомендован шорт от уровня 50,5, цель 49,4, стоп-лосс 51,5. Так вот, не было даже того уровня, той точки входа, которая была обозначена. Соответственно, могла бы быть точкой входа 49,38 долларов, это та котировка, которая была на момент дачи рекомендации в эфире, но, соответственно, мы ее не можем засчитать. Поэтому рекомендация не сработала, поскольку не было входа в позицию. Но, если бы мы засчитали, то могла бы быть доходность порядка 6% у команды технического анализа. Поэтому предлагаю отправить этот вопрос на голосование телезрителям. Соответственно, после завершения нашего эфира мы организуем голосование на странице телеканала РБК ВКонтакте, чтобы вы, уважаемые зрители, могли определить, надо засчитывать ли технической команде дополнительный балл, либо нет. Итак, наша фундаментальная команда тоже делала ставку на сырьевой актив, на золото. Сначала, Артем, вы рекомендовали шорт, если мне не изменяет память. Потом решили сменить все-таки на покупку золота. И была рекомендована покупка от уровня 1368. Это тот уровень, который мы видели на момент придачи. Цель была обозначена в 1399, стоп 1350. И, соответственно, мы увидели небольшую все-таки просадку по закрытию, поскольку до конкретно стоплоса не дошло буквально два пункта, не дошла котировка. Таким образом, у нас полпроцента просадки. И рекомендация не сработала. Таким образом, у нас ни одна, ни вторая команда, по сути, не получает дополнительного балла, поскольку эти рекомендации не сработали. И мы оставляем счет неизменным. 2-1 пока в пользу команды технического анализа. И с начала текущего года все-таки продолжает лидировать у нас фундаментальная команда со счетом 79-64. Но, уважаемые телезрители, если вы проголосуете за технического эксперта, может, опять же, измениться этот счет в пользу команды технического анализа. Итак, Николай, давайте разберем с вами, что вы думаете по поводу нефти, какие у вас на сей счет рекомендации сохранить, чтобы все-таки войти в эту сделку, изменить как-то целевые ориентиры? Среднесрочно, к сожалению, и особенно после вчерашнего провала, я считаю, что цены на нефть, скорее всего, пойдут вниз. А вот как вам заявление от МВФ о том, что 75 могут быть цены? Ну, правда, там должны быть скоординированные действия от производителей. Ну, действительно, долгосрочно на горизонте год-полтора цены нефти, скорее всего, пойдут вверх. И это связано, в первую очередь, с ожидаемым всплеском инфляции по всем валютам. И это будет как бы основным следствием. Но вот на ближайшие месяцы, я думаю, что мы станем свидетелями снижения цены нефти. Артем, вам адресовано по поводу рекомендации по золоту довольно много вопросов. Они пришли нам и на адрес электронной почты battlesobakrbctv.ru и в Twitter. Вы видите сейчас адреса на экране. Итак, сначала вопрос от Александры. Она спрашивает, вчерашняя рекомендация фундаментального эксперта по золоту не сработала. Спросите, пожалуйста, участника программы рекомендации по данной сделке, если стоп-лосс не ставили. Закрывать ли позицию или на новостях из Соединенных Штатов сегодня можно выйти в плюс? Или эта новость на золото не влияет? Как вы считаете? Вопрос понятен. Я думаю, что как раз на новостях из Соединенных Штатов Америки сегодня можно уйти в минус. Поскольку вчера стало совершенно очевидно, что на рынок очень активно сейчас влияют рыночные настроения, которые связаны с американской статистикой. Поэтому, если рассматривать возможности этой сделки, здесь можно выделить два сценария действия. Краткосрочный. То есть лучше все-таки, наверное, сейчас выйти из рынка, подождать, как себя отыграет американская статистика, а уже со следующей недели вернуться на рынок. Для долгосрочных трейдеров ориентиры остаются прежними. Это покупка, поскольку нон-фарм перл сегодня пройдут. И со следующей недели мы вернемся к прежним рискам, которые, так же, как и недели ранее, были связаны с фактом выхода Англии из состава ЕС. И, соответственно, целевой ориентир в 1399, он может быть актуальным? Совершенно верно. На какую перспективу? Совершенно верно, да. Я думаю, что при сохранении того восходящего тренда, который мы наблюдали в последние недели, 1400 – это то сопротивление, которое может пасть даже в перспективе ближайших двух-трех недель. Очень скоро. Вот такая, очень даже ближайшая перспектива. Ну вот Макс Горький нам написал в титр о том, что да, рекомендация по золоту у него увела его бюджет в минус. Вывод – торгуй сам. Но мы вам даем, уважаемые телезрители, только экспертные мнения. Вы можете либо следовать, либо не следовать рекомендациям по своему усмотрению. Это вы решаете уже сами. Соответственно, на вас лежит конечная ответственность по принятому решению. Но предлагаю перейти к сегодняшним рекомендациям, к сегодняшним ставкам команд. И по традиции у нас начинает, конечно же, техническая команда. Николай, пожалуйста, ваши две минуты. Добрый день. Несмотря на то, что на рынке сейчас происходит очень много интересных событий, включая данные по рынку труда в Соединенных Штатах, но я вновь предлагаю обратиться к отсечкам по дивидендным выплатам. Сегодня я предлагаю сыграть в очень такой короткой позиции. Игра предлагается следующая. 7 числа с учетом правила Т плюс 2 произошла фактическая отсечка по дивидендным выплатам для целого ряда бумаг, включая Лензолото, Мегафон, Мостотрест, Приморье, ФСКС, Мечел. По ряду этих бумаг дивидендная доходность весьма впечатляющая. И на закрытии реестра происходит провал цен. Часто этот провал заскакивает за вот эти уровни дивидендных выплат. И тогда полезно бывает купить бумагу на новых минимумах с целью ближайшего отыгрыша. Так вот, сегодня предлагается купить акции Лензолото, Прив, уровень покупки 4,730, цель отскока 4,870. Ну, или, может быть, даже чуть меньше, в зависимости от конъюнктуры рынка. Но самая главная идея – покупка на новых минимумах с целью поймать отскок, который очень часто случается на таких казусах. Спасибо огромное. Это была рекомендация нашей технической команды. И предлагаю сразу заслушать мнение фундаментальное. Артем, пожалуйста, ваши две минуты. Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня я предлагаю идею, которая связана с покупкой американской валюты против франка. И чтобы оценить потенциал длинной сделки, опять же, указанных валют и активов, можно разделить пару на две составляющие и поанализировать отдельно фонд, как по США, так и по Швейцарии. В частности, вчерашняя статистика по EDP ясно дала сигнал о том, что восстановление сектора продолжается. И я думаю, что, учитывая коррекционную связь с Non-Farm Perils, у нас есть все основания сегодня дождаться в 15.30 хорошей статистики, соответственно, и по Нонкам. Если статистика не подведет, к примеру, количество новых рабочих мест, вне сельскоязычного сектора укажет на прирост свыше 140 тысяч, иначе у доллара появится очень неплохой шанс для роста. Потому что, если мы вспомним протоколы, вышедшие на этой неделе, ФРС по-прежнему оставляет в качестве уместного сценария повышение ставок, если статистика не будет разочаровывать. Также хочу отметить еще и еженедельные заявки на пособия по безработице, которые вышли вчера 70-я неделя подряд, когда они держатся ниже 300 тысяч. И это самый лучший восстановительный тренд с 1973 года. Я думаю, что даже со времен начала накопления статистики. Теперь, что касается швейцарской валюты. Здесь совершенно полярные ожидания. Они связаны с тем, что швейцарский банк в любой момент готов остановить укрепление франка, если такое будет наблюдаться через валютные интервенции, возможно, даже через снижение процентной ставки. Центральный банк слова на ветер не бросает. Мы помним, как после народного возъявления в Англии он уже отметился валютными интервенциями. Поэтому я уверен, что если в ближайшие несколько дней мы снова увидим по факту спроса на защитный актив и интерес к этому инструменту, он снова объявится на рынке и спровоцирует ослабление франка. Что касается ценовых ориентиров, то по традиции этой недели я предлагаю не терять времени, занять длинную позицию прямо с текущих уровней. Стоп-лосс можно поставить на отметке 0,97. А что касается ориентира, тейк-профита на краткую и среднюю срочную перспективу можно двинуть в район паритета. Спасибо. То есть 1,0. Итак, это была рекомендация фундаментальной команды. Есть в продолжении темы валютный вопрос от телезрителя. Антон спрашивает нас по поводу покупки валютной пары доллар-гена. Он стоит в короткой позиции с 4 июля с отметки 102.55, со стопом на данный момент на уровне 101.45. И несмотря даже на сегодняшнюю статистику по Non-Farm, ожидает дальнейшего падения пары к отметке 96.70. Что вы думаете, Артем, по этому поводу, спрашивает нас Антон. И не отказываетесь ли вы от идей покупки данной пары? Нет, ни в коем случае не отказываюсь. Здесь в качестве, опять же, ключевого, фундаментального фактора, который должен подтверждать возможность сохранения именно длинной сделки, это действия Банка Японии, которые могут проявиться в самое ближайшее время. То есть, если цепляться за конкретные ценовые значения, я считаю, что уровень 100 – это такой неизымлемый уровень поддержки, который, ну, может, конечно же, пара в моменте проколоть, но то, чтобы закрепиться там, это маловероятно. Тем более, что, в частности, на этой неделе выступал Синза Абе, он еще раз намекнул, что качественное и количественное стимулирование, оно по-прежнему сохраняется актуальным для регулятора, и они будут заботиться о национальных производителей. То есть, дорогая валюта, уж тем более ниже 100 йен, японским производителям явно не нужна. Моя рекомендация, лучше, конечно же, если есть уже неплохой профит, все-таки покинуть расположение этой валютной пары и рассмотреть возможность как раз покупки. Так, у нас еще вчера была затронута тема по мягким денежно-кредитным политикам, и, соответственно, Артем перечислял несколько центральных банков, нескольких стран, которые могут прибегнуть к дополнительным стимулированиям. Скажите, Николай, в какой перспективе и какие финансовые инструменты могут быть в этой связи интересны? Действительно, проводящаяся многими банками такая сверхмягкая монетарная политика потенциально может привести к тому, что ценовые уровни многих активов могут измениться. Фактически, мы находимся как бы на гребне. С одной стороны, у нас сваливание в сильную инфляцию, с другой – сваливание в сильную дефляцию. Центральным банкам пока удается удержать рынки на этом гребне, но, тем не менее, в таких условиях можно рекомендовать какие-то активы, которые кажутся более защищенными. Если говорить об акциях, мы уже упоминали акции «Сургутнефтегазопрев», по которым у нас открыта позиция. Но если говорить о более надежных активах, это, конечно же, покупка драгоценных металлов, покупка золота, в том числе и нефинансовая покупка, то есть приобретение слитков, монет и так далее. Артем, а если в двух словах, валюты какие интересны в этой связи? Буквально все. И если отталкиваться от стимулирующих мер, скидывать уже сейчас нужно евро, австралийца, нозеландца, канадца, да и фунта тоже. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Напомню, сегодня будет запущено голосование за то, кто из наших экспертов выглядел убедительнее на нашей странице телеканала РБК ВКонтакте. Также голосуйте за начисление, либо не начисление нашему техническому эксперту Бала. И напомню, на текущей неделе команду технического анализа представлял Николай Подлевских, начальник аналитического отдела ЭК Церих Капитал Менеджмент. Команду же фундаментального анализа поддерживал Артем Дей, и руководителя департамента Амаркетс. Это был «Рынки позиций» Елена Хрупова. Не переключайтесь, я вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова